Музыка Меня зовут Алексей Макеев, я тележурналист. Я призываю всех последовать моему примеру и изменить себя вместе со мной. Давайте строить тело вместе. Итак, чтобы стать таким же прекрасным мачо, как Андрей Малахов, я отправился в планету фитнес. Но не в тренажерный зал, а в кабинет врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, чтобы пройти так называемое фитнес-тестирование. Все это делается для того, чтобы определить тренированность сердечно-сосудистой системы, выявить противопоказания и грамотно составить план предстоящих тренировок. Мы изверяем рост, вес, артериальное давление, пульс, окружность грудной клетки, силу кисти и проводим функциональный нагрузочный тест. ТЭП-тест длится 3 минуты, проходит на специальной стЭП-платформе. По разности показателей пульса до и после выясняется, насколько тренировано сердце. Этот прибор называется калипер. Он определяет толщину жировых складок в стандартных точках. Также по толщине жировых складок мы уже можем судить о количестве жировой ткани в организме, процентное содержание и количество жировой ткани в килограммах, включая избытки либо недостатки, если таковые имеются. Итак, при помощи калиперометрии и биоимпеданса доктор определил, что у меня 6 килограммов избыточного жира, скопившегося преимущественно в области талии, и недостаток мышечной массы в верхних и нижних конечностях. Удастся ли избавиться от жира в течение месяца? Когда будут видны первые результаты? В течение месяца уже будут видны первичные результаты. Мы повторим исследования. Я думаю, что жировые складки, там, где они увеличены, они уменьшатся. И мышечная масса увеличится, мышцы уплотнятся, станут более объемными, тяжелыми. Не может ли мой возраст послужить тормозом к намеченным целям? Все-таки две тройки – это достаточно солидно. Заниматься никогда не поздно. В любом возрасте вы можете начать тренировки. В частности, здесь у врача мы определяем, для какого возраста, какие физические нагрузки будут адекватными в данном случае. Итак, фитнес-тестирование состоялось, и теперь мы отправляемся в тренажерный зал «Планеты фитнес». Спасибо, что смотрите нас. Мы в «Планете фитнеса». Сегодня мы начинаем наш специальный проект «Строим тело». Рядом со мной Андрей Сиротин, фитнес-менеджер и мастер-тренер «Планеты фитнес». Уже 7 лет вы этим занимаетесь, Андрей. Но мы сегодня будем на «ты», как в прочем и в течение целого месяца. Правда, Андрей? Да, мы так и поступим. Вот только что я был у врача, и мне тут выдали разные медицинские заключения. Больше всего меня поразило то, что избыточный жир у меня почти 6 килограммов. Это невероятно. Мы можем что-то с этим сделать. На самом деле, это не проблема. Мы решим эту проблему в кратчайший срок. Ваша задача. Неужели даже через месяц появятся какие-то результаты? Они будут. Да? И на самом деле я хочу выглядеть, как настоящий мачо отечественного экрана Андрей Малахов. Именно он меня вдохновляет на то, чтобы вот, ну, как-то заняться собой и накачать бицепсы. Получится, как у Андрюхи выглядеть или нет? Мы будем выглядеть лучше, чем у Ахова. И пусть он завидует. Не уронил, умоляю. Не уронил, умоляю. Так, и казалось, даже поднимать просто гриф, штанги очень непросто. Ну, если дать оценку физической подготовки, я бы оценил ее на данный этап как ниже среднего. И, конечно, для меня самый важный момент – это то, что занятия проходят с персональным тренером. Таким лентяем, как мы, трудно самостоятельно контролировать выполнение упражнения и не пропускать тренировки. Очень важно, если человек не занимался, обязательно использовать услуги тренера. Это просто сделает ваш путь намного короче. Вы правильной дорогой пойдете, и вы быстрее придете к своей цели. Итак, теперь мне придется приходить в планету фитнес три раза в неделю, практически через день. А в свободные тренировки дни выполнять домашние задания. То, что мы выполняем с вами в зале, это только верхушечка, айсберга. Все основная работа происходит дома. Есть три вещи, которые мы должны четко соблюдать. Тренировка, питание, 50%, а может быть, даже и больше успеха. И, конечно же, надо достаточно много спать. Итак, правильное питание – определяющий фактор в наращивании мышечной массы. Об этом очень подробно мы поговорим в следующей серии нашего проекта. Продолжение следует. Продолжение следует.